Единственное искусство, о котором может судить публика, это искусство театра, сказал когда-то австрийский писатель Карл Краус. Качественная и по-настоящему проработанная постановка погружает зрителя в уникальный мир произведения. Учится переживать с героем и держит на себе внимание на протяжении всего действия. Однако за всем этим стоит не только работа актеров и режиссеров. Над каждым спектаклем трудится большой коллектив костюмеров, художников, постановщиков, которые вместе создают идеальный театральный образ. Людям именно этой творческой профессии и посвящен уникальный вернисаж. Спектакли бывают абсолютно разные, и художник, когда работает над спектаклем, он должен уметь выявить какие-то такие моменты, которые бы отличали именно эту эпоху от другой. Потому что платья могут быть стилизованы, могут быть точно повторены в той эпохе, но все равно мы должны сразу чувствовать, что это кошка, которая гуляла сама по себе, Киплинг. Это, допустим, первобытный век. Мы должны сразу ощущать вот это настроение. Уникальный вернисаж рассказывает обо всех эпохах становления театра как вида профессионального искусства. Экспонаты удивляют не только своим разнообразием, но и возрастом. Например, пуговицы-гирьки, датируемые 16 веком. По преданиям, именно они охраняли своих обладателей от злых духов и приносили удачу. А совсем рядом, уже на стенде, посвященном 19 веку, можно познакомиться с небольшими сумочками, называемыми ретикюль, вышивку на которых делали своими руками русские барышни. Чтобы рассмотреть работу, необходимо даже увеличительное стекло. Все дворяне умели, в обязательном варианте, должны уметь варить варенье и заниматься вышивкой, гладью или крестиком. Естественно, каждая дама вышивала сумочку себе, потом они приходили и, как мы бы сейчас сказали, хвастались или гордились, своими сравнивали, кто лучше, у кого интереснее сюжет. Потому что сюжеты делали такие на постаральные темы, любовные, лирические, либо какие-то пейзажи очень любят, травяные, цветы, декор такой. Когда насколько надо иметь такую тонкую технику и так вот красиво вышивать, для чего специально принесла лупу, чтобы потом все желающие могли сидеть, но убедиться, что это крестик, это не габелин, то есть это не мануфактура, это все ручная работа. Необычна не только сама атмосфера выставки. Даже экскурсоводы, работающие у стендов, одеты в костюмы представленной эпохи. Они с легкостью отвечают на вопросы посетителей и с удовольствием рассказывают не только о самых необычных предметах своего уголка, но и о театральных профессиях, о существовании которых простой обыватель даже и не догадывается. Например, о том, кто такой бутафор. Если театру нужны древние вещи, а купить театр не может эти древние вещи, то была такая профессия бутафор. И бутафор, он делал вещи, копировал древние вещи. Выставка приятно удивить не только детей, но и взрослых. Здесь можно узнать много нового и интересного не только о театре, но и об истории своего края. В первый день работы выставки ее уже посетили более сотни человек. Театральный вернисаж берестейцы и гости нашего города могут посетить до первых дней зимы.